Всем привет, с вами Хиффейк, сегодня мы с вами будем делать игру наподобие копателя, либо же Майнкрафта, в общем-то, как хотите. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Я думаю, тут особо даже не надо болтать, и давайте прям сейчас уже приступим. Кстати, абсолютно все комментарии попадают в следующий видос, вот сейчас вот пролистая вниз, найди комментарий, напиши коммент, и он реально попадет в следующий видос. Главное, чтобы коммент, естественно, был не хейтерским, это, я думаю, и так понятно, в общем-то, да. Будет один коммент, попадет один коммент, будет 20 комментариев, попадет 20 комментариев, в общем-то, тут все очевидно. Запускаем Unity, создаем новый проект, допустим, название у него будет Копатель, думаю, прикольное название, но, впрочем, что еще? Игра будет 3D. В принципе, это все, остальные настройки сейчас, в принципе, не очень важны нам. Вот у нас запустилась Unity, и первое, что мы сейчас сделаем, это нажмем на кнопочку Create, 3D Objects, и здесь мы выберем куб. У нас создастся вот такой куб, в общем-то, мы будем его использовать в качестве блока. Сразу добавим на него материал, для этого идем в наш Project, и здесь создаем материал. Правая кнопка мыши, Create Material. Вот у нас создался материал, отлично. Теперь давайте выберем шейдер, то есть тип материала. Шейдер выбираем на Mobile Bumper Defuse. И что дальше, нам нужны всякие текстурки, мы импортируем ассет такой, сказать. Для этого заходим в Assets, и выбираем там Import Package, и нажимаем Custom Package. Дальше мы заходим там, где у вас установлено Unity, и там мы ищем папку Standard Assets. Теперь мы выбираем Every Moment, и все это здесь импортируем, и в принципе, что дальше. В этом материале теперь выбираем текстурку травы, допустим. В принципе, все, теперь перетаскиваем материал на наш куб, и в принципе, блок готов. Теперь нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, тем самым мы дублируем наш куб. И теперь с зажатой клавиши Ctrl мы двигаем по оси Z. Проделаем так несколько раз, и получаем уже такой целый ряд. Дальше нажимаем правую кнопку мыши, Crane Empty, тем самым мы создаем пустой объект. И перетаскиваем все объекты, которые мы только что создали, в этот объект. Для этого мы зажимаем Shift, выделяем самый верхний объект и самый нижний объект. Тем самым у нас выделяются сразу промежуточные объекты тоже. И перетаскиваем на объект, который мы только что создали. Теперь нажимаем Ctrl D, и так делаем опять же несколько раз. Теперь мы опять можем создать пустой объект и переместить все только что сдублированные объекты туда. И в общем-то мы создали только что вот такую вот плоскость из кубиков. Что дальше? А теперь нам нужен персонаж. Для этого мы тоже нажимаем на Assets Import Package Custom Package, и выбираем папку Character Controller. Все импортируем здесь, и теперь как раз таки на нашу сцену мы добавим игрока. Для этого мы заходим в Standard Assets Characters, и здесь мы выбираем First Person Character. И дальше мы заходим в Prefabs, и теперь мы вот этот FPS Controller перетаскиваем на нашу сцену. Теперь как бы немного его подвинем, и также мы еще удалим старую камеру, так как на этом FPS Controller уже есть камера. И что теперь нам осталось? Нам осталось сделать так, чтобы при нажатии на правую кнопку мыши у нас ставился блок, а при нажатии на левую у нас он уничтожался. Для этого нам нужен скрипт. И теперь в FPS Controller мы нажимаем Add Component, и здесь мы создаем новый скрипт. Называем его Building с большой, причем буквы. И переходим к его редактированию. Скрипт будет в описании, вы просто копируете и вставляете его сюда. В принципе и все. Здесь у нас есть такая переменная Public GameObject, которая отвечает за куб, который мы будем ставить. Дальше в методе Update у нас проверяется нажатие правой кнопки мыши, и если мы ее нажимаем, у нас спавнится куб. Ну и блок, в принципе, как хотите. И также у нас есть проверка на нажатие левой кнопки мыши, и в случае этого у нас уничтожается блок. В общем-то давайте посмотрим на содержание методов спавн и DestroyCube. В методе Спавн Куб мы пуляем луч и смотрим. Если это блок, то мы берем у него позицию, берем попадание также луча, то есть в какую точку луч у нас попал. И также у нас есть вектор 3 плюс поз, который отвечает как бы за то, что при его прибавлении как бы у нас будет получаться как раз таки Спавн Позишн, то есть позиция спавна Куба, который мы спавним. Дальше мы вычитаем по оси Х дистанцию между попаданием луча, то есть в какую точку луч попал, и позицию блока, в который мы попали. Может получиться, кстати, отрицательное значение, и это нам тоже нужно, потому что дальше мы проверяем по какой оси расстояние от попадания луча и позиции блока равно 0,5, либо же минус 0,5. И как бы это нам помогает определить в каком направлении нам ставить блок, который мы хотим поставить. В общем-то, вот так мы определяем Плюс Позишн, и в итоге Спавн Позишн у нас равняется Блок Позишн плюс Плюс Позишн, то есть позиция блока плюс то, что мы как бы высчитывали только что. И дальше мы просто создаем этот Куб на позиции Спавн Позишн. В принципе, вот и всё. Также в методе DeStroyCube мы тоже гуляем луч, и если мы попали в объект, который находился на 5 единицах, либо меньше, то мы его удаляем. В общем-то, вот и всё. В Unity мы берём Куб из нашей плоскости, перетаскиваем его в наш проект, и оттуда уже мы его перетаскиваем в скрипт. Вот сюда вот. А также нам нужен посередине такой крестик, чтобы мы смогли ориентироваться, куда мы ставим наш блок. Для этого мы нажимаем Create, UI, Text, тем самым мы создаём текст. Да ладно! Автоматически также у нас уже создаётся интерфейс, то есть Canvas и Event System, которая отвечает за нажатие. Дальше в компоненте Text мы меняем текст на плюсик, и также в пункте Arrangement мы выберем вот эти пункты, чтобы у нас текст был чётко посередине. И теперь мы можем нажать на File, здесь нажать Build Settings, и нажать Build, выбрать папку и ждать, пока у нас сбилдится игра. Не забывайте про комментарии, что абсолютно каждый коммент попадает в следующий видос. Ну, единственное, что он должен быть нормальным, в принципе, и всё. Ну, я думаю, вам понравилось всё виденное, но ведь так вот, ну, может, вы не всё понялись, ну, может быть, такое вот, но надеюсь, что вы и всё поняли, всё-таки, да. Надеюсь так. Так что, пожалуйста, поставьте лайки и подпишитесь на канал. И да, я знаю, что я совершил ошибку в прошлом видосе, можете не говорить об этом.